I have ways of blowing things up. Ну, собственно, его мы так не порадуем. Джаз, алкоголь, красивые собачки, слишком это пафосно, как по мне. Собачки, да, тут другое бы слово, да, для собачек женского рода, но не будем. Одри, Колби, Рене. Ага, хорошо, давайте по очереди. Начнем с Рене. Это необычный. Что, прости? Какие-то приветствия. 1-0, Рене Уилсон, Говард Лотар. Это не настоящее имя. Уж больно ты молод для Говарда. Есть такие люди, типа, в смысле тебя зовут Гарри? Людей так больше не называют. Ну, ладно. Может, это ты тут темнишь и всех по себе судишь? Зуб дает эту фразу, отрепетировала заранее, ты бы про любое имя так сказал и как бы не назвал. Ну, сегодня я Говард. Восхитительно. Тебя что, первый раз енут вокруг пальца бьет? Это у меня первое. Давай как-нибудь отметим. Вот визитка. Это поддельная визитка? Журналистские расследования? Ну, на еду хватает в основном. Мело поболтали до встречи. Ты тут выдру джентльмена не видела? Нет, я только пришла. Понял. Что ж, раз знакомству Рене Уилсон с счастливым. Журналистские расследования. Неплохо, неплохо. Колби. Приветик. Вы тоже на Иден Симмонс пришли? Я так рад наконец-то увидеть ее вживую. Не слыхал они до этого. Извини, я друг ищу. Мимо случая, джентльмен в выдра не пробегал. Ну-ка, звучит неплохо. Сначала поддержим разговор. Ну, наверное, я чуть-чуть предвзято. Но да, она крутая. И в чем же ее крутость? Она невероятно поет. Сама играет на всех инструментах. Для живых выступлений записи приносит. Такой талант записит своих инструментов. Я понял. Хорошо. Ты фанатка, да? Я родни ее магнитофон и купила. Считай только ее и слушаю. Она часто выступает? Время от времени мне тут нравится. Все очень стильно. И кухня отпад. Ну, вопрос, ты тут была раньше, это глупо. Потому что она говорит, что ей тут нравится. Оно тут бывает. Да и в музыке они шарят. Ха, понять это можно. Только если концерт целиком прослушаешь. Хотелось бы. Кстати, не видел ты сегодня этого джентльмена? А, ну-ка подумать. Кажется, кто-то такой тут проходил. Куда он пошел? Я видел, как он разговаривает с той леди в зеленом платье. А потом поднялся наверх. Наверное. Не было зеленая шляпа? Да, прямо как его галстук. Да, я еще подумал. Забавное сочетание. А чемодан? Точно не скажу. Извините. Спасибо. Ой, так хорошо помогла. Так, хорошо. Зацепка. В принципе, его уже видели. Уже все хорошо. Одри. Это место полно грез. Что-что? Давайте мы не будем Ичига Курасаки косплеить. Так, ты тоже ничем? Я обожаю такую музыку. Хочешь потанцевать? Что? Ну, прости, нет. Может, хотя бы на пару вопросов ответить? Нет, сделай должное место. Меня в покое, а? Извини, что прислал с расспросами. Хороший вечер. Я провалил. Я упустил, скорее всего, возможность поговорить с ней, тем, что я предложил потанцевать. Но на самом деле это не было чем-то... Ингриды. Давай-ка с ней. Привет-привет. Веселитесь. Тут? А то, разве тут можно не веселиться? А пока нет. Мой друг опаздывает. Я очень переживаю. Как мило. Это друг наш завсегдатый. Джереми? Обычно он тут как тут. Точно как часы. Джереми, может, я его и видел. Опишите. Галстук, зеленый шляп, тоже очки. Такое чувство, будто вы словесный портрет для полиции зачитали. Зачем он вам выпить? Можете спросить у бармена или у мисс Бладворд? Разве все равно к бару позвольте вам взять выпить? Если настаиваете, что предпочитаете? Удивите меня. Я постараюсь. Послушайте музыку. Вот эта дама, она прям дама. Вы посмотрите на нее. Тут мундштук. Давайте проверим, сколько людей знают, что такое мундштук. Пишите в комментах. Я буду рад увидеть. Это мы так музыку слушаем? А где, собственно, музыка? Я был бы не против ее услышать. Или... Ага, все, я понял. Все пошло по кругу. Кларисса. А на баре... Так, тут есть медвежонок, который Хэнк. Хотя, возможно, он вроде похож на медведя. Кларисса. Вы, похоже, потерялись? Так заметно. Мне заметно все, что меня выдало. Вы... А, дед, вы явно не для выхода в свет, дорогой. О. Хочете сказать, что мне невеста. Наоборот, мне подошла хорошая компания. Расскажите, что привело вас к нам. Я надеюсь, вы будете хорошо себя вести. Я по вашим выгляжу как хулиган. Есть одна поговорка про внешность и ее обманчивость, но вы ведь и сами знаете. Моя внешность сегодня енот в плащи. Как по мне, это максимально безобидный образ. А как же мне к вам обращаться, мистер енот? Гоба. Я Уоллес. Рад знакомству. Рад знакомству. Чем же вы работаете, Уоллес? В издательстве. Вы книги читаете? Фотограф. Заказы в основном частные. Мне нравятся творческие натуры. Клариса Бладворд. И это мой клуб. Черт. А, позвольте мне. У вас тут очень. Позвольте заметить, у вас тут очень уютно. Спасибо. Я стараюсь предлагать нашим клиентам только самое лучшее. Вы этим, в этом преуспели. Скажите, что у вас тут, что у вас тут есть реально стоящее? Кто говорит, что за блюдо от нашего шеф-повара умереть не жалко. Но я горжусь тем, что у нас тут все на одинаково высоком уровне. Так, что же привело вас сюда? Сказал, вы представляете услуги попикантнее. Ну, зависит от того, в каком уровне пикантности мы сейчас говорим. Манки Бат. Говорят, VIP секс, я ошибаюсь. Не уверена, что подходит для такого рода услуг. Можете рассказать, что вы меня лишаете? Нет, я бы не хотел портить сюрприз. Но если у вас получится убедить меня в правоте хотя бы части ваших слов, возможно, я изменю свое решение. Как мне это сделать? И сегодня самочестность. Старволос, если вас и правда так зовут, ложь вам не к лицу. Да и у нас тут такое поведение не в почете. Я вынуждена попросить вас удалиться. Какая досада, пойду просажу свой день где-нибудь еще. Ну, как пожелайте. Возможно, наши пути еще пересекутся. Хорошего вам вечера. Я почти уверен, что да. И вам тоже хорошего вечера, Клариса. Врать было не самой лучшей идеей. Жаль. Новая цель. Найти новый способ. Собака, новый способ. Ты нафиг издеваешься. Клариса Бладдер. Чем она промышляет? Нужно как ценой пробраться внутрь. Хэнк. Пошел отсюда полосатик. Черт. Ну, давай. Попробуем еще раз сюда. Как все прошло? Нашел его? Меня вышвырнули. Ой, Говард. Как же так? Видимо, медведя не понравлюсь. Не понравлюсь. Говоришь, что не выгружает коробку через черный ход? Погоди-ка. Ты же сказал, что больше не выжибраться за такие дела. А ты говорил мне, что не пробовал Монки Бат. Никто по-настоящему не меняется, Ларри. Там что-то не так. Мне надо это узнать. Мне сейчас не дораст... Так, вот давай вот так вот. Блин, я бы, конечно, не советовал, но поступай, как знаешь. Так что, есть еще какие-то варианты попасть внутрь? Ишь, фургон. Только подъехал. Ребята зашли через черный ход. Еще слышал, как кто-то базарил на крыше. Видать, там тоже можно пролезть. Расскажи про люк. Ну, такие есть почти на всех крышах. Вопрос в том, как на эту крышу попадешь. Есть пожарная лестница, а то ты мог бы меня подсадить. Не, пожарной лестницы у них нет. Да и само здание довольно высокое. Если тут рядом что-то помельче, на что можешь залезть? Газетный киоск. А, внезапно. А что может сработать? Лезешь, значит, на киоск. Оттуда на Маккензи. А потом по крышам, по крышам. Должен тебя предупредить, Бо. Бо, он это, немного с прижимом. Самое точное описание Бо, которое когда-либо слышал. Рад стараться. Все же ты с ним поговори. Посмотри, как он отреагирует. Про черный ход расскажи мне. У них там интерком висит. Звонишь, тебе отвечают. Если все на мази, то, не знаю, тебя пропускают. Не подскажешь, как стать тем, кого пропустят? Мне-то откуда знать. Может, у них там код какой-то. У нас тут детектив, не я. Ага. Спасибо за помощь. Ага. Ага. Интерком. Ну-ка. Флоренс. А что, уставился? А? Все в порядке? Нормально все. Да и тебе-то что? Вас Флоренс зовут, да? У вас на бэджике написано. Отвали, я же сказал, что не уйду, пока снова не увижу ее. Вы про кого? Кого-то ищете? А, ну да. Типа, под дурачка скосил. Типа, не знаешь ничего. Так вот, меня ты не проведешь. Нет, мистер. Фиг тебе. Я тебя сквозь вижу. Я с местной зимы, пока вы не пустишь меня к дочери. Вы... Вы... Вы ищите вашу дочь? Я тебе не дурочка. Я знаю, что она там. Но она не хочет со мной разговаривать. Нет. Ну как так? Они просто не пускают ее ко мне. Она в байт? Я поищу, если смогу попасть внутрь. Ты че? Ни один из игр омил? Я не жаловам знал. Мне просто показалось... Нет, мэм. Частный детектив Говард Лотар. Рад знакомству. Детектив? Не поняла. Ах, в основном, что канистра, кстати, да. Может, мы сможем друг другу помочь? Как? Мне нужно пробраться в здание. Вы мне поможете? А, может быть. То есть, типа того. Я сказала пароль в интерком, но, конечно, эти уроды гребаные меня не пустили. Я просто хочу с ней поговорить. А что с ней случилось? Она в этом грязном... Я сюда каждый день прихожу, так меня к ней не пускают. А я ее мать родная. А не фиг с горы. А что... А почему с ней поговорить? Говорят, мол, она меня видит. Не хочет. Гонит. Гонит. Я же чую. Они просто хотят все это замять. Что она там делает? Девочка решила, что уже сама себе королева, только вот угодила в притон. Видите это слово? Ну-ну. Они ее накачали. Ну, тромчую. К маме родной ее не пускает. Бедная дочь. Я почусь, если смогу попасть внутрь. Как она выглядит? Серый мех. Розочка зовут. Роза. Серый мех. Роза. Вечно она бесится, когда я так называю. И недавно 20 лет ступал. Ну, ты понял. Ох, если бы тебя один, если, если хотя бы один усик с ее мордочки упадет, я тебе клянусь, чтобы мне с места не сойти. Спалью этот гадюшник ко всем фигам. Почему ты уверен, что она все еще там? Она же моя девочка. Я внутрь вам чую, что она там. Когда увидели в последний раз? Две, нет, три недели назад мы поругались. Так, значит, она уже была в байте. Она говорила, что официантка работает. Врет. Я тут поспрашивал. Это шарага, грязный шлюш и притон. Получается, вы поругались насчет ее работы и в байте больше не видели? А что такого? Ну, я очень постараюсь ее найти. Спасибо. Скажите ей, что я буду ждать ее тут. Они же не сказали, что ее тут как пить дать. Говорите, пытались сказать фразу в интерком? Я запомнил она слово в слово. Великий пламень, меня поглоти. Я все расписание перепутал. Впустите. И знаете, может как-то попасть еще? Нет, я слыхала голос на крыше, но пойди еще туда заберись. Ладно, спасибо. Прошу, если видишь мою дочурку, скажи, что мне нужно к ней. Пожалуйста, берегите себя. Хорошо, попробуем интерком на самом деле. Я не думаю, что это плохая идея. Ответа нет. Ответа нет. Ответа нет. А. А. А с интеркомом-то и не получится. Ну, по крайней мере, пока что. Фургон. Фургон доставки, дверь открыта. Забраться внутрь. Внутри картонной коробки запах рожавчины. На приборной панели висит странного вида записывающее устройство. Да и бардачок кажется не закрыт. Открыть бардачок. Бардачок открыт. Внутри пара газет и ворох документов, похожих на счета или чеки. Просмотреть газеты. Две газеты с сентября и октября. Не похоже, чтобы их активно читали. Просмотреть заголовки. Эпидемия продолжается. Буси могут быть причиной заразы. Дальше. Жестокая атака на стену. Трое ранены. Один погиб на стену. Посмотреть счета. Судя по записям, самая последняя сделка должна совершиться сегодня. О, кстати. Закрыть бардачок. Использовать устройство. Блин, енот со своими лапками. Мне кажется, это я зря делаю. Наверное, если ввести правильные даты, получится распечатать транскрипт разговора. Выправь даты из счетов газет. Сегодня три коробки густея побери. Мне столько не уместить. Мы ждали тебя два часа назад. Продолжай в том же духе, я уеду. Ты опоздал. Сегодня у нас для тебя пять коробок. Три только влезет. Мы ждали тебя три часа назад. Нафиг пошел вернуться. Выйти. Пожалуйста, дайте знать. Ну, хорошо. Коробки, скорее всего. Ну-ка. Черном ходе. Крыша. Спасибо. Газетный киоск. Пойдемте попробуем. Раз интерком не отвечает. Медведь даже не пытается. Ну, сейчас. Блин, там-тауни в полицейской будке. Контрул. Точно. Квикомарт. Старик Онор все еще держит. Так, это мы все читали в прошлой части. Хорошо. Фокси Бургер. А, вон газетный киоск, кстати. Во. А мы с Бо говорили? По-моему, мы с ними говорили. Добрейшая вечерочка, друг. Как насчет свежих новостей? Что-нибудь хорошее для разнообразия происходит? За доллар сможешь собственными глазами прочесть и выяснить это. Это мне бы только заголовок узнать. Сегодня везде пишут. Подготовка парада великих обезьян продолжается. Праздниство начнется в пятницу. Поэтому до сих пор пишут в газетах каждый год все одно и то же. Да ты че, у них там платформы каждый раз разные. Я кучу закусок продам. Будешь там, приходи. Не сидят на просьбу, мне нужно залезть на твой киоск. Не брайки каких обстоятельствах. Ты вообще знаешь, сколько времени и сил я трачу, чтобы содержать киоск в подобном состоянии. А что если я смогу предложить что-то? Обещай покрыть ущерб. Да ты гол как сокол. Ты купить-то ничего не можешь. Не то что урону завязать. Может сработаемся? А и навыки диктива тебе в помощь. Ну раз что ты сам спросил. Может ты сможешь помочь мне в одном дельце? Выкладывай. Мне нужно выгнать того пацана пищуху с лотком семян с Гринвеля. Сможешь? Кого? Тот грызун зерноторгует со своей тележкой. У магазина одежда. Уже просто пацан, что у него такого? А потом... Прикатывает это чучело на колесиках и портит мне всю малину. Это моя территория. А он ни за аренду, ни за разрешение не платит. Продает все семки за гроши. А ко мне фиг кто подойдет потом. Ты уверен, что он не платит за разрешение, да? А как с такими ценами вообще можешь что-то заработать? Как ты хочешь, чтобы я с ним разобрался? Я лишь хочу, чтобы тот чертов грызун взрыстнул с Гринвеля. Можешь с ним разобраться? Так не работаю, Бо. Рука руку моет. Пообщается, что у меня друг и вариантов нет. Какого пацана сейчас, секунду? Пацан с семками. Вот это что ли? Сид. Хоть не ногой сиды, но там спасибо. Хочешь полузгать? У меня сладкий и соленый есть. Можешь смешать. Будет тебе вкусная походная смесь. Что скажешь? Привет, Сид. Не совсем. У меня странная просьба. Че, как? Можешь уйти отсюда хотя бы на один вечер? А что, если я не захочу? Дело в том, что по вечерам на Гринвель хороший такой навар. Ишь ли, тебе вообще не следовало бы тут быть. В смысле, должен был. Мне нужно кое-что отбой. Так, Ботти тебя теперь терпеть не может. Не мог бы ты? Это не важно, катись отсюда. Я не хочу. Ладно. Ха, конечно, хочет. Думает, что я ему всю малину порчу, да? Так и пошел он в задницу. Что он тебе обещал? Что я мог залезть на его киоск? Че, это еще зачем? У меня, правда, нет времени объяснять. Не подсобишь? По работе много не скажу. Эти креативки ладненько. Но что, если я скажу, что мы можем избавиться от самого Бо? О! Я слушаю. Потому что, ну, реально, Бо мне не очень понравился. Бо думает, что подмял под себя весь Гринвель, раз разрешение заплатил. Мне это не так легко, как ему. Мы с мамой собрали эту тележку из говна и палок. Я просто пытаюсь помогать своей семье. К чему ты клонишь? Бот, вердолобый консерватор. Он меня не видит только потому, что я молодой грызун, и у меня дела лучше идут. Я хороший мальчик. Так че ж, Соль? Ты вообще в курсе, что был продать журналы для взрослых? Самые гадкие, нелегальные. Скажешь ему, что ты в курсе сейчас? Потому что он купится? Ему придется. Он сделает все ради своего драгоценного разрешения. Давай работать вместе. Давай выгоним этого бандита с Гринвеля. Да, это музыка для моих ушей любезная. Иди потолку с ним, а я за тебя пастырю поклону-то бью. Пастырю. Пастырю. Кто такой пастыр? Ладно. Ладно, пока. Ох, блин, пинает меня туда-сюда. Избавиться от боя, избавиться от Сида, найти новый способ. То есть мне предлагают на самом деле и туда, и сюда. Кстати, а в мусорке че? Так что тут у нас носки, коробки из-под лапши, сишка, билет в байт. Спасибо тебе, мусорочка. Это у нас уже было в прошлый раз. Ну что ж, дружище. Мне кажется, тебе пора отсюда валить. Чего? Слыхал? Поговорит, скоро полиция с рейдом нагрянет. Рейд? Я законопослушный гражданин. Продаю журналы для взрослых. Эти журналы вне закона, бой. Я их даже вижу отсюда. И что? Будешь мне угрожать? Кто вообще решает, что законно, а что нет? То есть нарушают закон, а ты нет? Мальчишка, я бы выпарвал его так, что тот месяц сидеть бы не смог. О, грёбаная крыса, клиент, он меня уводит, он меня у честного торговца. Я ведь могу и копам доложить. Я рабочий грызун, гну спину каждый день. Да как ты вообще смеешь меня обвинять? Я этого не потерплю. Ничего, позвать Дауни? Нет. Мужик, прошу, это мой единственный источник дохода. Я не могу киоск потерять. Чем ты со мной так? Ну тогда я зову. Офицер! Стой! Я ухожу. Мудак, будь проклят, весь твой вид. Пока. Давай, вали отсюда. Залезть. Я могу с пацаном поговорить? Ну просто реально, какая... Я не вижу конкуренции между продажей журналов и продажей семечек. И я не вижу никаких... Он вывесился, но ушел. Просто хотел поблагодарить. Без проблем, коллега. Спасибо, что помог малышу доходя. Я расскажу маме и пастуре про твою доброту. Что будешь теперь делать? Я уже дневную норму продал, так что пойду. А, что ты? Что ты собирался уходить? Да. Ну так даже забавнее. Черочка. Постой, блин. А он быстрый. Ладно, пацан тоже хитрый. Но на самом деле я не жалею, что я ему помог. Блин, типа с элементами паркура, на самом деле это немножко необычно. Царь горы, выкуси фокси-бургер. Фокси-бургер это типа... Ну понятно. Закусочное вот это. Ах... Енот на крыше. Ух ты, какой вид. А, похоже, все-таки в лазанье по мокрым крышам есть свои плюсы. Есть, пока ты с ней не свалился. А так все хорошо. Обращайте на меня внимание, ребята. Блин, мне сейчас придется ныкаться по клубу, потому что я уже не смогу открыто там находиться. Это немножко печально. Остаться бы тут насовсем. Ах, если бы голуби приняли меня как равного. Ха-ха-ха-ха. Итак, байт. Подходим к байту. Так, Крин. После всего, через что я прошел в твоих интересах быть там, ублюдок. Сохранение, кстати. Посмотрим, чем нас встретит байт на этот раз. Какая-то гримерка, не гримерка. Раздевалка. И слава пастыря тут никого. Так, пути назад нет. Пастырь, это, по-моему, местное божество. Окей. Я думал, это какой-то авторитет. У-у-у-у. С днем рождения, Роуз. Надеюсь, тебя отпустили на выходной. Ничто так не шипит во рту, как шипучка. Так, я тут могу мышью управлять. Так, хорошо. Шипучка. Подарок к красивой упаковке. Мне все обычно дарят завернутым в газетку. Про Марго Мур сейчас говорят из каждого утюга. Пробивная леди. Но мне такие не очень нравятся. Итак, у нас есть днем рождения Роуз. Надеюсь, тебя отпустили на выходной. Роуз это та, которую мы ищем, если что. Ну же, Говард, у тебя получится. Вот видишь, уже почти. Принес тебе немного меда от моей мамули, Гриша. Что еще за Гриша? Славный малый. Блин. Я уже понял, спасибо. Лучше нос не показывайте. Попробуйте смотреть комнаты джа... Комнаты джа... Комнаты джа... Должен быть в одной из них. А как мне не по... А, вот. В темноте находиться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он не потерял. Ха-ха-ха-ха. Там, кстати, посмотрите на эту картину кошки и вон на ту другую картину кошки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Это прям искусство. Короче, да, он меня может потерять, если что. Свали, Крысюк. Приватная комната. Чёрт. Ээээ... Мы что, разминулись? Может, он оставил что-нибудь? Может, помочь делу одетты? Эээ... Под раму заткнул зелёный галстук. Как он тут... Как он туда попал? Хе-хе. Эээ... Так, зима шляпа. Должно быть, Грин был тут и оставил. Ну, куда же он подевался? Это что? Монки Бат? Пахнет реально, как обезьянная задница. Ну, типа, Монки и Бат. Да. Хе-хе-хе. Ах... А как мне отсюда... Какое фига? Потайной лифт? Похоже, это... Я туда помещусь. Не то, что бы я очень хотел, но сейчас не время привередничать. Что это? Если бы... Я сейчас на это нажал, потому что у меня не было опции выйти из комнаты. А... Эээ... Жутко у них тут печь. Интересно, чем они её топят. Любопытными енотами, мне кажется, они её топят. Открыть дверь. Похоже, гостей байта кормят по высшему разряду. Гриш, у нас инвентаризация снова не сходится. Если ещё раз увижу, как ты выносишь еду, пальцы твои загребущие откромсаю. Это интерком внутренней связи, по которому можно позвонить в другие части здания. Рядом висит табличка с добавочными номерами. В холодильник, в упаковочную, на кухню. Почему оно... Ага. Позвонить в бар. Позвонить в холодильник. Я в холодильнике. Итак. В упаковочную, на кухню. На этот момент вы используете этот интерком. Ну понятно. В бар. Бар слушает. Третий бой. Гриша, ты что опять в холодильнике заперся? Нет, просто проверяй качество связи. Пойди. Чего? Ты кто такой? В упаковочную. Кто не берёт? На кухню. О, кухня на проводе. Чего надо? Если это ты, Гриш, то я тебе хавку делать не буду. Вы говно. Что это за вариант вот это такой? Гриша, я в холодильнике случайно заперся. Опять. Очень большую пиццу с ананасами. Пастыря ради. Как? Сейчас подойду. В задницу тебе надеру. Повеси трубку. Похоже кто-то идёт. Я пролезу туда, если присяду. Хорошо бы не упасть на глаза парням с ножами. Но пахнет вкусненько. И надо же ему не довезть. А в... В смысле не попа- Эээээээ... В смысле постарайтесь не попадаться, вы издеваетесь нафиг, а... А как мне отвлечь вот этого Другаля? А, погоди. Я, кажется, понял. Это второй, который. Интерком на кухню. Кто-то идет. Это вот как раз второй, которого мне нужно было отвлечь. Все. Теперь быстро валим. Все, хорошо. Я понял. Какая-то раздевалка. Лучше тут не задерживаться. Так, осмотреть ящик. И предметы. Выбрать. Сменить порядок. Понял. Так, а это случайно не... Понимаете, да? Коричневый, белый, 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 четыре. Так, это скорее всего сюда, но подходит по размеру. А можно без багов. Да, блин. А можно без багов? Да, блин. А можно без багов? Как правило. Пять. Треугольный квадрат. Круг, AV1A Я пока без понятия, что это, к чему это все Ну, то есть оно явно накладывается, оно явно надо Гриш, куда ты опять ключ делал? Лучше верни его на место к моему приходу Возможно, так смогу быть это выбросно Мне нужен ключ Кодовый замок Понял 5, 4 Это 0 5, 4, 0, 1 Давайте посмотрим Мне кажется, это оно Нет Но это явно связано с вот этим вот Так Порядок может быть другой, кстати Как оно лежало, интересно 5, 4, 0, 1 Может быть, вы можете оставить свои пепли в вашей локере? Может быть Так Апс Понял Квадрат, круг Ромб, треугольник Квадрат Это порядок Квадрат 0 Круг 4 Ромб 5 Треугольник А, погоди Квадрат Это скорее Да, чтоб тебя 0 4 5 1 Попробуем так Мышка будет сегодня, пожалуйста? 0 4 5 1 Да Окей Это интересная загадка была Она довольно быстро решается Довольно просто Но это интересно Тут внизу так холодно И где же свет включается? Ребятушки, думаю, это было сохранение Где свет включается Мы уже посмотрим в следующей серии Пока что Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра-бобра Всем молодушек Всем покеда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok